Всем привет! В эфире Нью-Йорк Новости, а в студии Кристина Тёкина. Подошли к концу ремонтные работы домов номер 15, 16 и 17 деревни Универсиады. Представители республиканских средств массовой информации посетили студенческий городок и осмотрели условия, в которых пребывают студенты вуза. Обо всем расскажет Карина Саяхова. В Казанском федеральном университете, а именно в студенческом городке и деревне Универсиады, завершились ремонтные работы в трех домах – 15, 16 и 17. В 2023 и 2024 году Департамент по молодежной политике совместно с профсоюзным комитетом и студенческими советами общежитий проводили мониторинг и ряд стратегических сессий на предмет улучшения условий проживания в общежитиях вуза и нагородних студентов. Ректор университета Ленар Сафин поддержал их предложения, а затем были запланированы ремонтные работы. По инициативе учащихся в общежитиях были созданы пространства для общения, проведения мероприятий и улучшено оснащение жилых комнат и мест общественного пользования. У нас получается сегодня мы посетили с вами 15, 16 и 17 дома, которые были в деревне Универсиада, они были отремонтированы. В 2023 и 2024 году в Казанском федеральном университете запланировано проведение ремонтных работ в ряде общежитий. Так уже ремонтные работы завершились в общежитии номер 6 студенческого городка, завершились также 3-4 блок общежития студенческого городка номер 3. В ближайшее время мы ожидаем переселения студентов в общежитие номер 4 студенческого городка. И также, чтобы это были не только общежития студенческого городка, мы рассматриваем и создаем условия для всех иногородних студентов, это очень важно. Поэтому еще были затронуты дома 15, 16, 17 деревни Универсиада. В рамках проведения текущего ремонта проводится большой объем строительных работ, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий иногородних студентов. Меняли все от подвала до крыши. Инженерные и электрические системы, системы горячего и холодного водоснабжения, новые лифты, качественная и обновленная покраска поверхностей, новая мебель и постельное белье. Стоит отметить, что ремонт коснулся не только жилых комнат студентов, но и мест общего пользования. Освежение вот этих мест общего пользования, покраска, замена кухонных приборов, гарнитуров, это очень хорошо и положительно сыграло роль, действительно очень красиво получилось. А что касается условий, да, они здесь более адаптированы, более персонифицированы, я даже хочу сказать так, это не коридорная система, конечно. Но здесь, опять-таки, все направлено на человека. Если в других домах посмотреть, да, там действительно у нас неплохие условия и в других общежитиях, и в других домах. Но сразу видно, осежение краски, все это сразу улыбается, очень хорошо. Мы формировали, соответственно, то есть у нас был план проведения ремонтных работ. Каждому студенту, всем при ремонтных работах, каждому было предложено место в общежитиях университета, то есть то, которое, соответственно, было свободно. И студенты переселялись, с ними заключалось дополнительное соглашение именно на время проведения ремонтных работ. Как только ремонтные работы, соответственно, завершились, по этим домам мы дождались еще окончания зачетной экзаменационной сессии, чтобы студенту было удобно. И после, соответственно, сейчас переселяемся. Все студенты, которые здесь проживали ранее, они же, соответственно, переехали на свои места. Всего в общежитиях Казанского федерального университета проживают более 14 тысяч человек. Из них 9 в деревне универсиады. Более 4 тысяч человек – иностранные граждане, а остальные – россияне. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Опорно-двигательные заболевания являются одними из наиболее распространенных проблем современного общества. Очень важно своевременно выявлять и лечить их, поскольку они могут привести к серьезным ограничениям в движении, болезненным ощущениям и даже инвалидности. Аспирантки третьего курса Казанского федерального университета создали сканер движений, который может быть использован для реабилитации больных после травм, инсульта, а также для повышения эффективности спортивных тренировок. Обо всем подробнее узнаете в следующем сюжете. Виктория Смирнова и Елена Семенова на протяжении нескольких лет занимались разработкой методов по оценке качества движения у пациентов и спортсменов. Один из проектов, а именно программно-аппаратный комплекс для диагностики двигательных функций человека «Экчерскан» смог принести аспиранткам победу в конкурсе «Студенческий стартап». Девушки получили грант в 1 миллион рублей на его реализацию. За год им удалось создать технологию для оценки движений пациентов с различными заболеваниями двигательного аппарата, а также для прогнозирования травм и анализа качества движения у спортсменов. При подготовке к участию в конкурсе «Студенческий стартап» необходимо было разработать бизнес-модель, подготовить презентацию и подробно изложить о том, какой задел имеется у нашей научной группы. Это программы ЭВМ, патенты, научные статьи и участие в различных конкурсах, подтверждающих нашу квалификацию. «Наш программный аппаратный комплекс будет полезен для медицинских клиник, которые занимаются реабилитацией пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также в перспективе мы планируем адаптировать наш программный аппаратный комплекс для работы со спортсменами и внедрения его в фитнес-центры». На данный момент девушки разработали аппаратную часть, которая уже выдает неплохие результаты. Фиксация движений происходит с помощью двух камер. Их можно заменить двумя смартфонами, установленных на штативы. Происходит детекция человека. Его образ выделяется из общей картины. Находятся опорные линии и точки. Отслеживаются наклоны, углы и размахи. Сам диагноз, конечно же, ставит врач. Но программа позволяет ему увидеть какие-то малейшие предпосылки или уже серьезные проблемы, которые есть у испытуемого. «Когда мы поняли, что хотим этим заниматься, первым делом мы стали изучать литературу, изучать те программные комплексы, которые уже существуют, что сейчас предлагают современные аналоги того, что мы хотели бы представить. После начались консультации с физиологами, в каком виде они хотят это видеть, какие, что будет им информативно». Сейчас комплекс проходит испытания в одном из научно-клинических центров. Девушки, в свою очередь, поддерживают связь с медицинскими сотрудниками и вносят необходимые правки. В планах у исследовательниц запатентовать данную технологию и начать внедрять ее в клиники. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости. Вы мечтаете стать профессиональным специалистом в сфере IT-технологий? Тогда наш следующий сюжет для вас. Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета – один из лучших институтов, где готовят высококвалифицированных специалистов в данной области. О том, какие направления образования существуют в институте, сколько бюджетных мест и как проходит жизнь студента ИТИСа, расскажем прямо сейчас. Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета – это инновационный IT-факультет, основанный в 2011 году совместными усилиями Министерства цифрового развития Республики Татарстан, Казанского университета и представителей крупнейших IT-компаний региона. Здесь выпускают востребованных специалистов, готовых к работе в крупных IT-компаниях России и мира. Сам институт расположен во втором высотном здании Казанского федерального университета. Студентов мы наших любим и бережем, и много даже позволяем иногда. Во-вторых, наша специфика такая, что мы готовим вас сразу понимать, что вы будущий разработчик в IT-индустрии, и стремитесь там максимально быстро попасть. То есть мы с пониманием относимся, что вы уже ищете свою первую работу, ее находите. К концу четвертого курса у нас почти 100% людей либо работают, либо имеют опыт работы. И поэтому мы вас к этому будем готовить. Ежегодный институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета выпускает множество специалистов разных направлений IT-сферы. Здесь обучают по таким направлениям бакалавриата, как современная разработка программного обеспечения, разработка цифровых продуктов, которая проводится в онлайн-формате, и англоязычная программа, где все обучение проходит на иностранном языке. В 2024 году институту выделено около 200 бюджетных мест. Из них около 100 на бакалавриат и около 70 на магистратуру. В магистратуре же у нас 5 программ, которые уже покрывают наше направление, которым мы занимаемся. Программу могу перечислить. Они по названию, в принципе, говорят о том, чем мы занимаемся. Программа первая – аналитика и управление разработкой, продукт-девелопмент. Вторая программа – это интеллектуальная робототехника. Это софт для роботов, то есть алгоритмы для роботов, специальные системы. Третья наша программа – это технологии виртуальной и дополненной реальности и разработка игр. То есть это геймдев, где мы учим не только программирование игр, но и моделингу, вопросам сценаристики, нарративного дизайна, композиции. То есть там есть блок гуманитарных предметов, который нужен для создания игр. Четвертая программа магистратуры – это искусственный интеллект в разработке цифровых продуктов. Это у нас про то, как делать систему искусственного интеллекта, при этом с точки зрения разработки. И пятая программа – цифровое лидерство. Это программа новая, на которой мы готовим специалистов для индустрии разработки ПО вместе с экономическим мышлением, то есть у которых должно быть понимание экономической эффективности, понимание того, как работает современный бизнес, и в том числе в современных условиях. То есть они должны понимать эти ограничения и уметь принимать решения по цифровизации, исходя из этого. То есть вот таких тоже магистров мы готовим уже второй год. Помимо обширной образовательной деятельности, студенты вуза проходят практику в крупнейших компаниях России, а также занимаются развитием своих стартап-проектов. Кроме того, молодые люди и девушки принимают участие в общественной жизни университета, занимают призовые места на фестивале «Студенческая весна», а также развивают медиа-центр своего института. В культурно-массовой жизни института я начала участвовать сразу. То есть я участвовала в дне первокурсника. Это был потрясающий опыт. Я очень быстро влилась в коллектив. Мне очень понравилось. Мне в ИТИСе нравится очень дружный коллектив и со стороны педагогического состава, и со стороны студентов. Учеба в ИТИСе очень непростая, но тема интересна, что каждый день это новый опыт, новые знания, и каждый день все больше приближает нас к нашей профессиональной деятельности. Отметим, что в институте функционирует более 20 лабораторий. Среди них лаборатория мобильных разработок, лаборатория интеллектуальных робототехнических систем, лаборатория управления данными, лаборатория облачных технологий и другие. Приходи, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем ждет именно тебя. Адлина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На фоне быстро меняющейся культуры чтения становится все более интересным. Какие книги и жанры привлекают внимание сегодняшней молодежи? Давайте рассмотрим этот вопрос. Современная молодежь совсем не читает. Они не знают ни одного произведения. Часто мы можем слышать подобные высказывания от старшего поколения. Однако наивно полагать, что нынешние подростки вообще не проводят досуг за чтением. Мы не видим их в библиотеках, но ведь теперь многие перешли на электронные ресурсы. Исследование Национального агентства финансовых исследований показало, что больше всего литературу осваивают молодые россияне от 18 до 25 лет. И в основном это жители Центрального федерального округа. Вообще я замечаю тренд к увеличению количества читающих, потому что вот эти все мероприятия, просветительские книжные клубы у нас очень популярны. Это все подстегивает людей читать больше книг. И тут не только художественную литературу. Многие читают литературу о саморазвитии, научную фантастику, как я уже сказала, или научно-популярную литературу. То есть она постепенно также становится актуальной. Литературный мир подстраивается под запросы современной молодежи. Сейчас среди них набирает популярность жанр «Янг Эдл». Новые произведения начинают охватывать современные социальные проблемы, такие как расовые, гендерные неравенства, дискриминация, ментальные заболевания и многие другие темы, которые ранее редко освещались в молодежной литературе. Долгое время произведения в жанре фэнтези пользовались особым спросом среди молодых людей. Подростки и сейчас продолжают читать подобные книги. Но в последнее время можно заметить медленные изменения тенденций. На смену приходит жанр автофикшн. Он представляет собой особый вид литературы, который сочетает в себе элементы автобиографии и вымысла. В последнее время свою все-таки актуальность сохраняет Стивен Кинг, автор известной хоррор-литературы. Этот жанр тоже актуален до сих пор, и его произведения читают и покупают. Если мы говорим про русскую литературу, можно отметить, что продолжают читать Перумова, тоже фантаст, Водолазкин, если мы говорим про серьезную литературу. Зарубежных, наверное, их просто масса. То есть «Голодные игры», я цикл уже назвала. Либо «Друнга» у нас есть. Тоже писательница, которая пишет на стыке такой мистической литературы и Янг Далт. Ребекка Куанг, тоже американско-китайская писательница, которая обращается и к темповестке, и к постколониальной ситуации, и к фэнтези. У нее такой комбо даже, можно сказать. Ну и, наверное, Гибсона, основного такого известного автора, киберпанка, также можно назвать. Научная фантастика, включая жанр киберпанка, действительно остается востребованной среди молодежи, благодаря своей футуристической и инновационной атмосфере. Многие зачитываются любовными романами, а в последнее время популярностью пользуются произведения, где кто-то из влюбленных умирает. Детективы, в свою очередь, остаются популярным жанром благодаря интригующим сюжетам, загадкам и разгадкам, которые могут захватить внимание читателей. Резидент Каримова, Богдан Священко, Универ Новости. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова